Вы думаете, вы знаете, что такое аудиофилия? Дети! Сейчас я вам покажу. Посмотрите сюда. Я открыл этот аппарат, про который сегодняшний ролик. А тут, вы посмотрите, на мейнбарде на микросхему наклеен кусок дерева. Деревяшка наклеена на микросхему. Вот почему он так играет! На самом деле, боюсь, не успею вам рассказать всё про этот новый девайс. Потому что, слушайте, тема дико обширная. Ибо у нас на рассмотрении ёба! Извините. Но так в шутку, старые добрые аудиофилы помнят эту всю историю. Да, так в шутку, лет 15 назад мы называли вот эту самую фирму с названием из трёх букв. Которую никто не знает, на самом деле, как правильно читать. В 90-е она изрядно гремела на рынке хай-энда. А потом, мне кажется, последние лет, да чуть ли не 10, ну 5 точно, её к нам в России вообще никто не возил. И вот, никогда такого не было. Огляди опять! Да, и как правильно произносить, кстати говоря, название, многие пытались говорить YBA. Какое YBA? Это не английская фирма, ребята, это французская. И основатели её зовут Ив Бернар Андре. Так что Иба, на самом деле. Иба! Так вот, конкретно это Иба, это аппарат из самой младшей линейки компании, под названием Heritage. И сам он называется, значит, Иба Heritage R100. Причём это, ребята, музыкальный центр. Официально так называется. Почему я взялся именно за эту штуковину? Потому что в ней, условно говоря, есть абсолютно всё. Начиная от традиционного, типичного Ибовского усилителя, заканчивая стримером, ЦАПом, значит, беспроводным подключением и даже аналоговым трактом с фонокорректором. Но только что CD-ки не играет. То есть, эта штука, она абсолютно даёт понять, что вообще фирма Иба сейчас, в 2020 году, может предложить нам, покупателям, и насколько хорошо она умеет делать вот эти все части аудиотракта. И сначала, что такое вообще, в принципе, это Иба, эта фирма, она, вы знаете, французский хай-фай. Ой, как и всё французское, оно такое, знаете, странное, как и всё французское, кроме, конечно же, вина. Так вот, значит, этот самый Ив Бернар Андре, он, судя по всему, аудиофилом был с ясен возраста, потому что, ну, как бы, значит, во-первых, он из музыкантской семьи, значит, отец у него играл на скрипке, сам Ив Бернар играет на гобои, то есть они все такие прям серьёзные, но больше всего интересовался, судя по всему, звуком. Ну, как им интересовался, он и сейчас жив-здоров, и вообще прекрасно работает, это всё выходит исключительно из его рук, это не просто какие-то сторонние инженеры делают, то есть тот самый основатель фирмы до сих пор делает все аппараты. Ну, и работал гражданин Андре во многих аудиофилитических конторах, в том числе известных нам в Голдмунде, да, в том самом, который его Дмитрий Анатольевич стоит. Ага. И я так понимаю, что, в общем, наблатыкался в бизнесе, всё хорошо, и в 81-м году, почти 40 лет назад решил открыть собственную контору, соответственно, вот, собственно говоря, назвал её своими инициалами, ничего такого особенного. И начал он это всё на самом деле с исключительно усилителей, причём у него была абсолютно чёткая концепция усилителей, которая до сих пор сохраняется, они все построены по одному принципу, прежде всего это режим работы выходного каскада. Во-первых, все усилители исключительно транзисторные, да, потому что Андрей считает, что это, ну, вот лучший вариант для усиления, с точки зрения, там, искажений, поведения и качества звука. А второе, это то, что они все построены по единой схеме, а именно выходные каскады всегда работают с высоким током покоя. И, естественно, именно такой усилитель стоит вот в этом R100, ну и посмотрите, это, конечно, ну, по нашим временам типичный такой абсолютно классический вот топовый хай-фай, верхний хай-фай, ну, это ещё не хай-энд, да, стоит он, ой, господи, боже мой, 320 тысяч рублей на момент съёмки видео, и не будем начинать опять думать о грустном, что, в общем, приличные деньги, но, тем не менее, это как бы относительно они более-менее разумные, это не безумный хай-энд. Тем не менее, значит, что вы получаете за эти деньги? Естественно, всё металлическое, корпус не из жестяночки, это всё такой толстый алюминий, миллиметра три точной толщиной, передняя панель добрый сантиметр, ух, точёная ручка, конечно же, всё фрезерованное, всё прямо такой... И, никаких кнопок, ребята, обратите внимание, тумблеры, блин, тумблеры, это, конечно, доставляет. Причём эти три тумблера делают реально странные вещи, ну, во-первых, значит, здесь, ну, переключение источников одним, окей, хорошо, второй, значит, если вверх его дёрнуть, отключает экран, включает экран, а если вниз дёрнуть, то выключает звук, окей, ну и, конечно, включение-выключение, всё, больше никаких органов управления, кроме большого экрана. При этом функционально девайс реально набит под завязку, потому что, как я уже сказал, здесь есть усилитель полноценный, значит, на 100 ватт на канал, без шуточек, на 8 ум, значит, здесь есть ЦАП, АКМ стоит, соответственно, есть все стриминговые сервисы, то есть, это ещё и стример, то есть, ещё и цифровой проигрыватель одновременно. Деревяшка наклеена на микросхему. Ребята, главное, слушайте, ладно, хрен с ним, я не понял, на хрена деревяшки клеить, кстати, говорю, ну, вы объясните, но здесь, во-первых, ещё три, здесь ещё три я сейчас увидел, а во-вторых, и на нижней плате тоже там они есть, блин, да ну, господи, что происходит? Играет охренительно, реально охренительно, пацаны. Что делает деревяшка в схеме усилителя? Попробуйте объяснить мне в комментах. Может, сталкер поможет? Значит, здесь есть ЦАП, АКМ стоит, соответственно, есть все стриминговые сервисы, то есть, это ещё и стример, то есть, ещё и цифровой проигрыватель одновременно, да, соответственно, ты можешь на ЦАП подавать сигналы по оптике, по коаксиалу, по USB без компьютера, ты можешь, значит, по сети туда гнать, и проигрывать им файлы по сети, соответственно, вплоть до DSD-128, хайрезы, естественно, все дела, можно в два порта USB на задней панели воткнуть два жёстких диска, соответственно, с них тоже файлы играть, есть Bluetooth, есть AirPlay, да, то есть, он включается в ваш Wi-Fi, соответственно, это действительно музыкальный центр, к которому вам нужно только подключить две колонки, и это будет полноценная аудиосистема с практически полным воспроизведением любых цифровых фонограмм. Да, ну и аналоговые же входы ещё есть, причём один из них, это вход на MM-фонокорректор, о котором я скажу отдельно, и обязательно дослушайте до этого момента. А ещё, что меня поразило, это обилие аналоговых выходов. Их, ребята, вы посмотрите, три, причём один из них на XLR, то есть, предполагается, что эта штуковина, ну, как бы не просто музыкальный центр, да, а это всё-таки цифровой источник, у которого есть усилитель, но ты ещё можешь туда подрубить дополнительное усиление и сделать, я не знаю, ещё систему мультирумную, или, например, блин, беампинг, триампинг и тому подобные вещи, то есть, здесь предполагается, что вы будете делать аудиофильские апгрейды, потенциал имеется. А вот теперь начинается самое весёлое, потому что, отвлекусь, да, как сейчас организовано управление вот подобного рода сложными цифровыми девайсами, да, вы понимаете, что функционала здесь куча, надо по папкам лазить, переключать там всякие режимы работы, всё вот это. И, соответственно, есть два, ну, так сказать, идеологических направления. Либо сделать всё управление с мордой аппарата, соответственно, тогда ты получаешь бесконечные ряды кнопок, вот это вот всё полное безумие, ни хрена не поймёшь. Второй вариант, в приложении, в телефоне, всё это делается, а на морде никакого управления. Ну, по этой идеологии, например, сделан мой стример НП-30, и это местами дико бесит, когда ты не можешь даже нажать плей-стоп с мордой. Ну, то есть, вот, блин. И вот, что сделали ребята из ИБА. А нет, подождите, давайте это будет у нас такой сейчас художественный фильм, драматический, с интригой. Вжик-вжик, склейка, первая сцена. Значит, я коннекчусь сюда по блютузу, соединяюсь, всё хорошо, и вдруг вижу, что кроме опции играть на него музыку, ну, то есть, он не просто виден там, вот у тебя в приложениях музыкальных, как девайс, на который можно подавать музыку. А ещё, подожди, можно передавать на него файлы и получать с него файлы. И тут вторая сцена. Значит, окошко на этом аппарате. Это на самом деле сенсорный дисплей. Ну, вот, вот, смотрите, да, то есть, он, тут можно переключать входы. Извините, сейчас у нас винил работает. Ну, вот, они переключаются, значит, я не знаю, локальный сторидж, вот, и так далее, и так далее, да? Невероятно сложное большое меню. Можно докопаться до вообще невероятных деталей. Можно включить и выключить эквалайзер. Можно, значит, выбирать форматы файлов, с которыми он работает в случае соединения по воздуху, по AirPlay, там, или по блютузу. Настройки сетей, куча иконок. Можно его как-то свайпать, тут вот по-разному. Во-во, смотрите, видали, да? Это, ой, невероятно, короче говоря, глубокое, сложное, разветвленное меню. Понятное дело, что функционала много, но обычно, традиционно, в таких девайсах, на дисплеях такого не бывает вообще в принципе. Тут опять склейка, третья сцена. Холмс закуривает свою трубочку, вспоминает про то, что можно передавать файлы по блютуз отсюда в телефон. И все, наконец, понимает. Короче, ребята, чуваки из этой самой ИБы. Они просто взяли телефон на андроиде, ну какой-то, или планшетик небольшой, стандартный, и вставили его сюда в качестве экрана со всеми потрохами, с основным чипом, со всем остальным. Конечно, и это андроид. Они, понятное дело, написали свою оболочку, но это андроид, он работает вот как андроид. Все вот это, ой, смотрите, отображает какое-то даже количество обложек. Не сразу подгрузил. Короче говоря, ребята, это, вы понимаете, это самый официальный, сейчас вам говорю, значит, что на планете Земля это лучший телефон с аудиотрактом из существующих, в принципе, на планете. Ну, а как вы хотите. А теперь про этот самый звуковой тракт. Ну, нет, сначала можно я еще немножечко про управление. Ну, и честно, опять же, я человек, который сижу на Аппле, ой, блин, ну это андроид. Это вот это вот, блин, бесконечно разветвленное меню, которое вот ты в нем закапываешься. Плюс, слушайте, ну, понятное дело, что, ну, вот, вот, смотрите, да, у меня, короче говоря, пальцы, вот, например, на правой руке, они с мозолями от струн. На них это вообще фигня не реагирует. Ну, просто, в принципе. Блин, ну, сорян. Ну, понятно, что этот лучше, надо только выйти в менюшечку, да, все, хорошо. Этим пальцем переключается. Нормально. Да, вот, хорошо, все хорошо. Но, тем не менее, понимаете, да, отлично, что они реализовали все функции полностью управления с лицевой панели. Это, ну, это круто. Но все равно я недоволен. Зато звук, ребята, это да, потому что, опять же, признаюсь, я вот эти вот, ибо, ну, я не знаю, слушал сто лет назад, вообще не помню, ну, сто лет назад, буквально в смысле, там, типа, лет 15 назад, последний раз, слушал какой-то аппарат, серьезно. Вообще не могу вспомнить, какое мнение у меня было, но вот это вот я послушал, и, ребят, он охренительно детальный, охренительно ритмичный, и вообще, безусловно, один из лучших транзисторных усилителей за эти деньги в нашей отрасли. Вот прям без вопросов. Цифровой тракт прекрасный, отлично играет все файлы, воспроизводит, все там слышно, все хорошо. Значит, ну, про Bluetooth забудьте, он тут даже не 5xHD, да и хрен с ним, потому что есть AirPlay, и по AirPlay играет, кстати говоря, очень, очень уверенно. Можно Tidal там открыть, короче говоря, все, он полноценно в этом смысле работает, и если у вас на жестком диске какие-то важные, красивые, хорошие, жирные, толстые файлы, он их идеально воспроизведет, все хорошо. Технически прям, фу, без вопросов. Но что меня шокировало, это качество аналогового тракта, потому что, ребята, здесь MM-фонокорректор. ОХРЕНИТЕЛЬНЫЙ ПРОСТО! Эта штука стоит 320 тысяч в порядок, да? Блин, корректор, который туда встроен, он абсолютно идеально подойдет к вертушке за 100, а то и 200 тысяч с соответственной головкой, и ее полностью раскроют, потому что это реально обалденный аппарат. Я хвалил корректоры в последнее время в ряде усилителей, такого уровня за эти деньги я еще не встречал. Просто, если вы подвинил хотите транзисторный усилитель, смотрите вот на эту штуку. Плюс еще и весь цифровой источник тут же. Ну и еще раз, как сам усилитель, блин, Амати, напольники с этими вот такими вот диффузорами за сколько там миллионов, пух, идеально с ними работать, понимаете? Ну, как бы, вот так вот. Короче говоря, честно скажу, интерфейс управления на любителя, функционал обалденный, звук, честно говоря, меня шокировал за эти деньги и от фирмы, от которой я практически ничего не знал. То есть, реально выдающаяся вещь, и если вы до сих пор не обращали внимания на эти три буквы, вот сейчас самое время это сделать. Вы думаете, деревяшка, это конец? Ё-моё, я разобрал этот девайс после того, как послушал, все про него рассказал. Ребята, там на нижней плате, короче, куски железа, а у них в описании на сайте написано, мы еще используем Индий. Чего? Там реально куски железа, бруски железа приклеены, в которые входит провод, из него выходит провод, ничего, просто кусок железки, Индия, и все. Через него тупо, видимо, сигнал идет. Кстати, сверху на этом бруске тоже наклеена деревяшка. И третий постскриптум, ребят, вы понимаете, блин, я даже пиджак забыл надеть, слушайте, ну то есть, вот, блин, люди делают девайс, они не рекламированы, они не говорят, типа, у нас волшебные примочки, волшебное дерево и бруски металла в схеме. Этого ничего нет в маркетинге, они тихо это делают, никому ничего не говорят, просто клеят эти штуки. То есть, это реально люди, замороченные на звуки, типа, они знают, что это как-то влияет, никому об этом не рассказывают, потому что, конечно, это выглядит идиотизмом, да? И это охренительно играет. Что вообще? Мой мир перевернулся. Мой мир перевернулся. Продолжение следует...